Ты отнимал у меня кучу времени и совсем не приносил никаких доходов. Ты был еще тем дном с кучей упоротых идиотов в комментариях. Но несмотря на все это, честно признаюсь, ты мне нравился. Но я перешел черту и теперь дороги назад уже нет. Поэтому прощай мой канал. Это самое святое, что только может быть. Но вы в комментариях просили, поэтому исполняю. А там уже как получится. Но, как всегда, пара таких нюансиков. Первое. Если вам кажется, что мои доводы притянуты за уши, то значит вы ярый спайдеркофил. И все, что я говорю, ну в принципе, у вас как об стену горох. Итак, какими спайдерками я обладал и, ну, либо я просто что-то там беру с головы, с небес непонятно откуда, либо я действительно чем-то пользовался и имею какое-то представление. Пользовался, друзья. Хотя ярым спайдеркофилом, таким, что уж прямо фанатом, я знаю, что это отдельная секта, я не являюсь. Но у меня были и Тинейшес, и Нейтив, и Миля Первая, и Миля Третья, ну, пара миля в смысле, и Эндуро, Флет Граунд, ВИДЖИ-10, и Полис. Все это было в моих загребущих кривых руках. Поэтому какое-то представление о продукции спайдерко я имею. Конечно, у меня не было каких-то там сумасшедших кастомов, чтобы там супер стали, супер накладки из рога мамонта какого-то. Нет, такого ничего не было. Были, в принципе, обычные стандартные спайдерки, которыми я какое-то время пользовался. Все. Итак, поехали. По которой не нужно покупать ножи спайдерко. Нож сам по себе, это довольно-таки простой механизм. Спайдерко, это фирма, сначала нужно похвалить, которая максимально принесла изменений в ножевой мир. То есть они придумали открывание одной рукой спайдер-холл, да? Они придумали клипсу, они придумали сериэйтера, они поставили первую порошковую сталь на серийный складной нож. И они придумали очень дофига всего. И этот плюс и аукается сейчас минусом. Потому что спайдерко напоминает рок-группу, которая написала когда-то несколько хитовых песен, а сейчас только и занимается, что тиражирует ремиксы на эти песни. Что в последнее время они изобрели нового? И я понимаю, что уже все изобретено, и велосипед второй раз никто не будет придумывать. Но тем не менее, какое нововведение заставляет сейчас схватиться за голову и сказать, о боже, раньше этого никто не делал? Может быть, я чего-то не знаю. Вы скажете, а вот эти вот новый там ножик, какой-то там спайдерко вышел, у которого там какой-то они там чуть как-то переделали замок. Но, друзья, согласитесь, что все уже придумано ранее. Да, возможно, ими и придумано. И сейчас они просто копируют сами себя. Вот, смотрите, выпускается миля. Потом выпускается пара миля. Это, по сути, та же миля, только меньше. Да, вы скажете, с другим замком. Другой замок мог быть и на каком-то ином ноже, допустим. Да, потом выпускается третья пара миля, которая копирует замок второй пара мили. И, в принципе, только плюс-меньше по размерам. Форма одна и та же, потому что они зажаты в тиски собственного же вот этого спайдер-хола концепции. Понятно, есть какие-то там ответвления, но тем не менее, все завязано на спайдер-холе, на вот этом горбе, да, и так далее. И сейчас они уже делают что? По сути, перевыпускают те же ножи, более тонкие, более легкие. Были с G10, стали с пластиком, были такие вот, стали меньше. Была эндуро там с одними спусками, стала спусками от обуха, поставили пластиковые рукояти. Ну, в общем, это уже, знаете, то же самое лего из тех же кубиков, просто в разных последовательностях. Ну, можно возразить, что и в музыке 7 нот, ну и так далее, и тому подобное. Однако у меня создается впечатление, что они просто не знают, что придумать, занимаются банальным самокопированием. Возможно, вы скажете, что это не причина их не покупать. Может быть, может быть, но у меня создается такое впечатление. Второй момент, почему не надо покупать ножи спайдерка, это их качество. Ребятки, очень много на форумах есть отзывов о том, что на ноже, который, в принципе, стоит не так уж и дешево, клин не по центру, там где-то заплашечку цепляет, там где-то сталь оказалась пластилиновая, там то, там это, и поверьте, нареканий очень-очень много. Из того, что я лично сам видел, с чем сталкивался, это на спайдерка Полис, ну, понятно, это обусловленная конструкция, тем, что там клепаная конструкция, нож сам по себе очень тонкий, при открывании у вас клинок трется о внутреннюю сторону плашки. Но на ноже, который стоит 200 с плюсом долларов, хотелось бы, чтобы такого не было. А также, плюс к этому, ребятки, их цена. Ну, согласитесь, что ножи не дешевые, и еще с Эл Глессером, знаете, гениальный изобретатель, но не менее гениальный маркетолог. Выдавать свои косяки за фишки, это нужно уметь. Ну, к примеру, необработанный спайдер-холл. Мы понимаем, чтобы отшлифовать спайдер-холл из средины, вам нужен дополнительный производственный цикл. Этого не делается, такие китайцы на своих подделках его внутри полируют, но Сэл Глессер сказал, что мы не полируем, просто потому, что в перчатках было удобнее его открывать. Окей. Далее, о цене, опять же. Ножи, повторюсь, не дешевые, и в совокупности с вот этими косяками резонно возникает вопрос, а зачем платить больше? Если взять, к примеру, обычную милю, ну, самую стандартную, которая у меня была. СПМС-30В на клинке, о которых, опять же, много есть таких нюансов по использованию и по тестам. Ребятки, вот смотрите, сталь порошковая довольно-таки простая, ну, скажем так, первого поколения. Накладки из G10, понятное дело. И цена, ну, кусается, это мягко скажем. Если отбросить то, что это легендарная спайдерка, которая воплотила в себе кучу нововведений, что остается в сухом остатке? В сухом остатке вы понимаете, что вы платите 70% цены просто за имя и за изобретения, которые были когда-то, 20 и более лет назад. И последнее, что хочется сказать, это то, что я понимаю, я сам такой человек, который заплачу за три полоски Adidas, а не за четыре, за бренд. Но обычному человеку вряд ли это нужно. Еще один минус данного ножа, точнее бренда, опять же, проистекает из их якобы плюса. Это работа с большим количеством разных сталей. Спайдерка флагман по использованию различных сталей, в том числе и только что появившихся и экспериментальных. И это, опять же, сказывается на термообработке и качестве многих клинков. Опять же, залазим на форумы, читаем отзывы о том, что там CPMS-30V пластилиновая, там еще что-то, там еще что-то. Те фирмы, которые много лет используют одну и ту же железку, уже научились с ней работать и, как правило, имеют гораздо менее негативных отзывов, чем экспериментаторы. Понятное дело. Но, покупая нож спайдерка, вы должны понимать, что, возможно, вам и не попадется, но, а бывает всякое, что какая-нибудь пластилиновая железка к вам приедет. Вот такие дела, друзья. Можете прожать ваш императорский дизлайк этому видео и отписаться от канала. А с вами был еще разок. Увидимся. Покеда. Субтитры сделал DimaTorzok